Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как говорится, среда пришла, неделя прошла. В общем, с такого позитивного момента мы открываем сегодняшнюю торговую сессию. И самое главное то, что на самом рынке позитива еще больше, потому что мы наконец-таки увидели долгожданное ослабление рисковых инструментов и постепенное, соответственно, восстановление американской валюты. Здесь логика совершенно очевидна, но я предлагаю, как и всегда, остановиться подробнее отдельно на каждом валютном активе, чтобы понять, что сейчас является определяющим триггером для актуальных ценовых тенденций и что, в принципе, от тех активов, которые мы закладываем в основу нашей каждодневной спекулятивной деятельности, ждать дальше. Начнем сегодня, как и всегда, с динамики черного золота, потому что бренд, так же, как и WTI, продолжают торговаться с повышением. И мы знаем то, что тому есть все объективные фундаментальные предпосылки, потому что участники рынка по-прежнему ориентируются на 17 апреля, когда состоится долгожданное заседание представителей ОПЕК и России, где будут обсуждать вопросы не только заморозки объемов производства, но и потенциального снижения. То есть мы уже давно пришли к выводу о том, что только такая позиция и только совместные солидарные решения ключевых производителей могут сломать вот этот негативный тренд, который развивается на рынке черного золота уже очень продолжительное время. Вы помните, мы оценивали состояние спроса, мы анализировали состояние предложения. Пока сделать ставку на рост мировой экономики мы не можем, значит, единственное, что может восстановить баланс между этими двумя экономическими категориями, это снижение производства, которое находится на исторических максимумах. Действительно, нефти очень много, и даже если допустить тот факт, что мировая экономика не сможет, либо даже сможет продемонстрировать небольшой прирост, все равно переизбыток будет составлять более чем 300 миллионов тонн нефти. Это очень много. Трейдеры ориентируются на 17 апреля. В принципе, эта дата приближается. Уже скоро мы закроем месяц март, останется несколько недель, но все равно еще состав вот этих инвестиционных возможностей, которые предполагают высокие шансы с положительным исходом на спекулятивные покупки бренда, не сохраняются. Если вернуться к нашему позиционированию того, каких целей придерживались мы, у нас было несколько, опять же, оценок перспектив, кратко-среднесрочный и долгосрочный. Кратко и среднесрочный. Я ориентирую вас на уровень 41,5-42, отмечая то, что это прекрасное значение, чтобы сказать рынку спасибо, зафиксировать профит и занять выжидательную позицию, как это делает ФРС. Если вы уже, скажем, прокатились на том локальном бычем ралли, в основу которого, собственно, и легло вот это ожидание оптимистичного исхода и возможности нахождения общего знаменателя в переговорах ОПЕК и России, то, наверное, этот профит уже достойный и, в принципе, он поднял вам настроение и позволил оставить этот актив, соответственно, в покое сейчас. Если вы еще хотите попытаться использовать, возможно, классическую традиционную рыночную локу, покупая на ожиданиях, продавая уже по фактам, в принципе, вероятность сохранения восстановительного ралли еще присутствует. Клосс вчерашнего дня 41,57, сейчас актив торгуется на уровне 41,36. Очень важно то, что буквально, можно сказать так, несколько часов назад вышли данные по запасам нефти США по версии API и статистика указала на то, что запасы снова выросли, снова на крайне высокое значение. Плюс 8,7 миллиона баррелей. И вы помните то, что логичная реакция на такой прирост – обычное ослабление нефти. Но, как такового, серьезного ослабления мы сейчас не видим, что позволяет нам сделать простой вывод о том, что трейдеры действительно стараются сейчас игнорировать локальную статистику, локальные отчеты, потому что на повестке потенциальный триггер серьезного бычьего ралли, который может завершиться весь 2016 год, если эта встреча 17 апреля будет результативна. До этих пор, в общем, возвращаемся к нашим ориентирам. Если хотите поспекулировать еще каккосрочно, все равно советую сделать ставку сейчас на укрепление позиций бренда и WTI. Если вы присоединились к тем идеям, которые я обозначал еще больше недели назад, то есть уже заработали на потенциальном и реализованном росте нефти, позиция – ждать, следить, анализировать и, соответственно, предвкушать итоги встречи 17 апреля. Для долгосрочных трейдеров пока все без изменений. Если нет у нас фактического решения, которое будет анонсировано только 17 апреля, значит, нет оставаний. Сейчас абсолютно свято верить в то, что дно по нефти уже достигнуто, и дальше будет еще больше восстановления и более высокие ценовые значения. Пока такой позиции нет. Значит, для долгосрочных трейдеров мой призыв остается прежним. Следим, ждем 17 апреля, и после этого принимаем решение либо о развороте, либо о том, что наше позиционирование было верным, то есть позиционирование, направленное на ослабление позиции бренда и WTI. Еще хочу отметить то, что оптимизм трейдеров сейчас поддерживает комментарии генерального секретаря ОПЕК Аль-Бадри, который отметил, что разделяет позицию и обозначает высокие шансы договоренности, которые может быть достигнуты вот 17 апреля. И напоминаю, что это комментарии от генерального секретаря ОПЕК. Значит, оптимизм имеет место быть, потому что высокопоставленный чиновник также отметил, что, скорее всего, дно уже по нефти было преодолено, когда мы торговались ниже 30 долларов за баррель по, соответственно, нефтемарке Brent. Дальше будет только, соответственно, роста интереса к этому активу. И та цель, которую еще ставили, вы помните, в марте по Brent, как наиболее приемлемая сейчас, это выше 50 долларов за баррель, является действительно вполне вероятной. Это прямые формулировки, прямые комментарии со стороны генерального секретаря ОПЕК. Соответственно, это повысило вероятность того, что сам ближневосточный картель едет туда со солидарной, возможно, в своих узких кругах позицией того, что поддержат эту инициативу, которая будет направлена на сначала точную заморозку объема производства, а может быть даже и снижение. Но лично мне очень, скажем, не верится, что такая солидарная позиция присутствует, особенно зная, скажем, какие цели преследует тот же самый Иран, который до сих пор еще не достиг своей ключевой планки в 4 миллиона баррелей нефти, соответственно, по производству, которую они поставили после снятия финансово-экономических санкций. В общем, давайте следить дальше за ситуацией с краткосрочными, среднедлагосрочными целями. Мы разобрались, что касается российской валюты. 67,54. Здесь, предлагаю, подробно останавливаться не будем, потому что не меняется ситуация укрепления нефти, стало причиной укрепления курса национальной валюты. Налоговый период впереди, еще один фактор поддержки. Я думаю, что пара USDRAP сможет действительно даже добраться до отметки следующей поддержки, которая значится сейчас на уровне 66 рублей против доллара. Крутовато, конечно же. Но того сейчас требует краткосрочный локальный новостной фон. И вы должны понимать, что если все-таки 17 апреля никаких договоренностей не будет, чем рубль сейчас, скажем, сильнее укрепится против основных конкурентов, тем больнее будет падать. Потому что бренд, даже по самым скромным подсчетам, по факту разочарования от 17 апреля, если таковой будет, очень быстро вернется к прежней поддержке, которая находится на отметке 30 долларов за барр. Девальвация рубля также не будет отставать. Стремительное долгосрочное ослабление в случае реализации этого мрачного сценария. Вы должны быть к этому готовы. Поэтому как можно быстрее сейчас фиксируйте профитные значения, связанные с укреплением рубля. Если вы уже в коротких сделках попали в USDRAP, нужно уже искать точки выхода. Ну и, соответственно, те, кто уже упустил поезд распродавать эту валютную пару, уже тогда не вмешиваться в игру и, соответственно, дождаться 17 апреля. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.12.05. Мы видим то, что евро слабеет. С начала недели, и, если уж быть точнее, с пятницы прошлой недели потери уже превышают 100 пунктов, евро не смогло противостоять тому фундаментальному негативу, который и мы накопили в адрес этой валюты, и накопили все участники финансовых рынков. Помимо резонирующего воздействия от прежних мер сверхагрессивного экономического стимулирования Европейского Центрального Банка на евро оказывает давление еще и новостной фонд из Соединенных Штатов Америки, который, судя по формулировкам представителей ФРС за последнее время, дал нам четкое понимание того, что ужесточение позиции ФРС вполне вероятно. В принципе, мы, судя по комментариям Эванса, Фишера, Веримса и Локкарда, уже можем сделать выводы о том, что действительно ФРС может в ближайшее время возобновить цикл повышения процентных ставок. Кроме того, стоит отметить то, что против евро действует еще и национальный фундамент. В частности, выписал я несколько отчетов. Вчера был интересный день с точки зрения макроэкономических релизов именно европейского происхождения. Сначала вышли данные по PMI, индексу деловой активности в производственном секторе маркета Германии. 50,4 – это фактическая цифра со 55. То есть, спад и постепенное приближение к пограничной территории уровня 50. Далее были опубликованы индексы деловой активности. Сначала статистика от ИФА. Здесь прирост со 105,7 до 106,7. Я всегда вам рекомендую не обращать внимания на данные по ИФА, потому что более объективным отчетом является статистика от ЗЮ. И вот статистика от ЗЮ указала нам на то, что наши слабые ожидания по перспективам немецкой экономики, да и, в принципе, все еврозоны, они оправданы, потому что цифры не врут, и они указывают на то, что спад продолжается. В частности, индекс настроения в деловой среде 4,3 против прогноза 5,9. Что касается индекса оценки текущих экономических условий, 50,7 со 52,3. Серьезнейший спад. И здесь я делаю акцент на то, что еще один такой же мрачный релиз, и мы можем оказаться вместе с теми трейдерами, которые анализируют статистику по ЗЮ и оценивают бизнес-оптимизм Германии со стороны промышленного сектора ниже 50, то есть уровня, который отделяет, соответственно, восстановление от стагнации, рискующей перерасти в рецессию. Хотя ниже 50 это уже будет самая настоящая рецессия, следствие которой темпы экономического роста могут оказаться хуже, даже чем мы прогнозируем. Против евро действуют еще и комментарии прежней главного экономиста ИЦБ Прата о том, что ИЦБ может снова снизить процентную ставку, если не удастся постигнуть индекс потребительских цен. Программа количественного смягчения в расширенном составе, скажем так, 80 миллиардов евро в месяц начнет действовать только со следующего месяца. Нам придется подождать не меньше квартала, чтобы увидеть отдачу. Но в течение этого времени мы будем фактически каждый месяц анализировать новые цифры по инфляции. И я думаю, что все-таки этот показатель будет держаться рядом с отрицательными значениями и создавать условия для более агрессивных, если так можно сказать, после последних действий ИЦБ, более агрессивных мер экономической поддержки. Все это будет способствовать расширению баланса Европейского центрального банка и, соответственно, ослаблять позиции главного валютного риска. Надеюсь, то, что коррекция уже пошла. Мы снова ставим на следующую поддержку 1.10. Тем более, что если актуальный новостной фонд продолжит так влиять на динамику евро, то, соответственно, европейский валютный актив очень быстро достигнет этого рубежа. Единственное, что хочется отметить, то, что на рынке сейчас присутствует и форс-мажорный фактор. Это то обстоятельство, которое связано с ужасающими интерактами в Брюсселе. Вы понимаете то, что такое событие может стать причиной панических настроений, а паника в последнее время показывала то, что евро на этом фоне растет, потому что трейдеры уходят в защитные активы, используют эти сделки, спонсируют и финансируют эти сделки через главный валютный риск, то есть европейскую валюту. Пока до этого дела не дошло, потому что можно сказать, что реакция могла быть хуже. Сейчас рынок не так сильно негативит по этому фону. Если это так, ну, вывод, наверное, может быть в том, что текущая ситуация, связанная с террористической активностью, это уже нормальность в наше время. Очень плохо, конечно же, что если это так. Но вы все равно должны понимать, что подобного рода события, они являются форс-мажорными факторами и обстоятельствами, которые локально должны становиться причиной закрытия, скажем, глаз на локальные предпосылки для прежних инвестиционных идей. Но все равно уверен то, что евро обречено на снижение, и надеюсь то, что мы его как раз сейчас и будем наблюдать в продолжении дальнейшего коррекционного тренда и ухода ниже поддержки 1.10. Фунт в рамках учащей торговой сессии потерпел самое настоящее фиаско, по-другому, наверное, не скажешь. Актуальные котировки 1.4196, с начала недели потери уже больше 250 пунктов. Если вернуться к динамике фунта, то вопросов, связанных с ослаблением, возникать не должно, потому что это стагнация промышленного сектора, это слабость сферы услуг строительного сектора, это недостаточный рост заработных плат, это политико-экономические риски, связанные с возможностью выхода Англии из состава Европейского интеграционного союза, это в целом прочие слабые макроэкономические релизы, это падение и слабость развивающихся рынков, которые сказываются на темпах роста ВВП, это возможность новых мер экономического стимулирования со стороны Банка Англии. Вчера давление, в частности, на фунт, было оказано еще и статистика по индексу потребительских цен, согласно которой стало ясно то, что годовой показатель так и находится на крайне низких значениях 0,3%. Месячный показатель 0,2% против прогноза 0,4%. Ну и, конечно же, вот эта ситуация, террористическая атака на Брюссель стала причиной основы актуальных, актуализировавшихся разговоров о том, а не стоит ли Англии все-таки действительно уже оказаться вне европейского объединения. Локально это стало причиной серьезного ослабления фунта. Я уверен в том, что британец против доллара еще не достиг своих минимальных значений, просто сейчас получил топливо для проложительной коррекции, и я советую присоединяться к этому ралли, который может в ближайшее время отправить фунт против доллара ниже отметки 1,35. В общем, британца мы распродаем еще с конца прошлой недели. Я по-прежнему акцентирую ваше внимание на то, что фунт может быть среди прочих активов такой же потенциальный аутсайдер, как евро, и очень неплохой профит как раз можно поймать в потенциальной коррекции этого валютного инструмента. Доллар японская иена. Здесь, как таковых отчетов в последнее время, в последние дни, с точки зрения статистики, не было, но я накопил несколько комментариев со стороны представителей ФРС, на которые, собственно, и хочу сделать сейчас ставку. Во-первых, это, помните, на прошлой неделе Буллард, Лейкер, которые дали достаточно комплиментов, сделали американской экономике. На этой неделе эстафету подхватили Вильямс, в частности, который отметил, что допускает повышение процентной ставки уже в июне. Ну и, разумеется, особый сейчас акцент хочу сделать на комментарии Денниса Локкарда, который уже некогда практически убедил Джанет Йеллен в том, что нужно переходить к циклу повышения процентной ставки, то есть в конце 2015 года это решение было принято. И сейчас комментарии Локкарда указывают на то, что текущий прогресс на американском рынке труда является опережающим фактором, сигнализирующим о потенциальном росте индекса потребительских цен, а значит и о готовности к повышению процентной ставки. Локкард даже не исключает возможности следующего шага по ужесточению монетарных политики даже по итогам апрельского заседания. Ну и еще вчера вышли комментарии, состоялось выступление другого представителя ФРС, Эванса, где такая же позиция была обозначена. И в целом, наверное, комментарии Эванса можно точно под копирку сравнить с последними комментариями представителя ФРС, Джанет Йеллен. То есть Эванса также придерживается позиции того, что дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть от следующих макроэкономических отчетов. Если статистика будет лучше прогнозов и ожиданий, то тогда ФРС действительно пойдет на следующий шаг и начнет постепенно повышать предкосрочные процентные ставки. Как мы и предполагали, жесткий подтекст, он где-то рядом. И вы прекрасно должны понимать, что в случае этого оптимистичного сценария с точки зрения статистики, этот жесткий подтекст может тут же вылиться на финансовые площадки и стать причиной долгосрочного роста американской валюты. USD иена, наша заветная цель 115, никак, точнее уровень срабатывания отложенного ордера не может позволить нам оказаться в рынке. Но я думаю, что восстановление доллара продолжится, и мы доберемся до этого уровня. В качестве дополнительного инфоповода хочу отметить вам, также выписал небольшие изменения, хотя большие изменения, можно так сказать, в монетарном руководстве Банка Японии. С 31 марта в должность вступает еще один член Совета директоров, уже новоиспеченный Банка Японии, Макото Сакураев. В целом, запоминать имя и фамилию, если не хочется, не нужно. Нужно запомнить только то, что этот представитель является сторонником политики Курады, то есть экономического смягчения и стимулирования, и ратует за обоснованность шага, верность подхода через отрицательные процентные ставки как очень хороший инструмент для потенциального кредитования. Я считаю то, что вот новая команда может уже сформировать в ближайшее время единую позицию без каких-то голосов против, в пользу того, что программам количественного смягчения, так же, как это сделает ЕЦБ, необходимо расширить и Банку Японии. Ждем 100 триллионов иен в год. Полагаю, что в ближайшее время, ну, квартал, может быть, два, подобное решение будет анонсировано. А значит, японская валюта очень быстро окажется в числе аутсайдеров и позволит ЕЦБ добраться до нашей заветной, долгосрочной цели, которая находится на отметке 125 иен против доллара. В общем, ждем. Из других валютных активов. Австралийц против доллара. Актуальные котировки 0,7616. Австралийца продолжает распродавать. Полагаю, что этот актив является очень большим аутсайдером и крайне перекупленным. И, скажем, противовес ему, хотя противовес неправильно будет сказано, с точно таким же медвежьим взглядом можно отметить еще и валюту новозеландец против доллара. Сейчас актуальные котировки 0,6733. Но, исходя из позиции Резервного банка Новой Зеландии, у нас есть основания в отношении особенно новозеландской валюты делать ставку на контрастность монетарных политик ФРС и, соответственно, Резервного банка Новой Зеландии. Еще мы знаем то, что никак аукционным на главный экспортный сырьевой товар для Новой Зеландии, на молочную продукцию, не удается вывести этот актив в прежнюю растущую фазу. То есть, цены постоянно снижаются, они являются отражением спада еще и экономики Китая. Я думаю, что этот тренд продолжится. Поэтому новозеландскую валюту пора уже сдувать. И я рекомендую вам присоединиться, скажем, нашими депозитами, подтолкнуть потенциальную слабость этого валютного актива против доллара. Напоминаю то, что по новозеландцу у нас цель 0,65. Это для долгосрочных трейдеров, чтобы занять короткую сделку и прокатиться до уровня как минимум 0,60. Для тех, кто хочет рискнуть, можно продавать прямо сейчас. Австралийца для долгосрочных трейдеров 0,70, потом торгуем. Но я уже сделал ставку на то, что этот актив можно распродавать прямо сейчас. USDCY 0,9741. Ждем возвращения к паритетному значению. Уверен, не за горами этот очередной рывок к уровню единицы. Золото торгуется на отметке 1236 долларов за тройскую унцию. Уровень мощного сопротивления 1280 держится. Мы видим то, что золото снижается. И если доллар найдет достаточное основание для дальнейшего роста, мы сможем наблюдать, как золото снова вернется к отметке 1200 за тройскую унцию. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форума Markets. Но сегодня из важных отчетов особо о ставку сделать не на что. Пожалуй, только для трейдеров по нефти. В 17.30 по московскому времени выйдут запасы от Минэнерго США. Но даже если мы увидим очередной прирост, вряд ли последует распродажа, потому что трейдеры ориентируются на 17 апреля. И до этих пор с 80% вероятностью будут делать ставку на рост позиций энергоресурсов. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.